Помогать детям, взрослым и бездомным животным не так просто. Одной инициативы порой бывает недостаточно. Это прекрасно понимают власти. В начале года по решению депутатов городской думы 28 общественных организаций получили финансовую помощь в размере от 10 до 500 тысяч рублей на реализацию социальных проектов. Городское отделение Союза пенсионеров России направило средства на проведение праздничных мероприятий для пожилых людей, поздравления с крупными юбилеями, а также на организацию кружка рукоделия. Все работы выполнены людьми, перенесшими инсульт. Мы проводили мероприятия, проводили выставки, конкурсы, круглые столы. У нас теперь есть кружок, мы участвовали, выставки устраивали. У нас все 100 тысяч, которые мы получили от администрации города, мы их истратили. Во время встречи с главой города представители социально ориентированных некоммерческих организаций подробно отчитались о том, как потратили каждый бюджетный рубль. Общая сумма средств, которую выделили НКО, составила 4 миллиона рублей. Мы убеждены, что с большой пользой для жителей города это сделано, поэтому мы думаем, что эти проекты будут, безусловно, развиваться и дальше. Мы уже в следующем году запланировали такую же сумму, а вот по итогам следующего года мы уже примем решение, может быть, об увеличении. У многих общественных организаций уже появились обширные планы. Мысли о финансовой поддержке со стороны властей окрыляют. Представители НКО уже готовы презентовать новые проекты и снова будут бороться за получение субсидий на благие дела.